По статистике брокеров одним из самых важных критериев при выборе нового жилья для покупателей является благоустроенная территория. В жилом комплексе Павелецкая Сити, который строит MR Group и Level Group, проектом предусмотрен целый комплекс зеленых зон, детских и спортивных площадок на объектах в первой очереди. Работы по их возведению уже начались. Давайте узнаем все подробности. Мария, здравствуйте. У многих наших зрителей, у тех, кто купил уже квартиру, у тех, кто собирается, возник вопрос на одной из камер со стройки. Сейчас видно очень необычная конструкция. Что это такое? Ответьте. Да, Максим, вы правы. Стала видна необычная конструкция нашего небесного моста. Это часть интегрированных площадок, которые находятся во дворе. Обратите внимание, что все площадки рассчитаны на разный возраст. Плюс они абсолютно безопасны, сделаны из долговечных материалов. И также деткам будет интересно играть в любом возрасте. Плюс еще они абсолютно безопасны, сделаны с резиновым покрытием и интересными конструкциями для разных игр. Я смотрю, что их очень много. То есть они прямо практически возле каждого корпуса что-то свое. То есть это вот все, что между корпусов, это все в детских площадках каких-то конструкций, благоустройствах. Да, конечно. Обратите внимание, что озеленением отделяются площадки друг от друга. Плюс еще есть также спортивная зона, зона воркаута, зеленый рощ и, конечно же, большая возможность для бега и активного отдыха. Например, катание на самокатах и велосипедах. Что касается социальной инфраструктуры, детские сады, школы, что есть на территории, что есть в округе, давайте расскажем. Конечно, Максим. Что касаемо именно детского сада, строим мы свой детский сад частный, который будет находиться в рамках, в первую очередь, около корпуса Фрэнк. А если мы с вами обратимся к району, то мы наполнены большой социальной инфраструктурой. Это как частные, так и, соответственно, муниципальные детские сады и школы. Самая ближайшая к нам школа, это школа номер 627 и также школа 1257. Они относятся к топ-школам Москвы и имеют не только прекрасный рейтинг, но и также хорошие отзывы от родителей. И, соответственно, каждый из наших жителей может прикрепиться к этим школам и отдать тогда своего ребенка. Ну и традиционный вопрос в заключении. Всех всегда очень волнует, что на сегодняшний день с ипотекой, какие ставки, на что я могу рассчитывать, придя к вам? Такая самая, Максимовна, ставок. Мы плотно работаем с банками. На сегодняшний день ставка 0,01%. Та, которая привлекала большинство наших клиентов, еще остается. И также можно каждому из наших клиентов получить консультацию ипотечного специалиста, который расскажет про банки, про ставки и, конечно же, сделает расчеты каждому из наших покупателей. Да, друзья, если вас заинтересовало это предложение, обращайтесь в офис продаж жилого комплекса Павелецкая Сити. Вас всегда здесь ждут специалисты, все объяснят, расскажут и подберут то предложение, которое понравится вам. Спасибо большое, Мария. Всего доброго. До свидания. Руслан, приветствую вас. Мы сегодня к вам попадали сюда с не совсем обычной стороны, поскольку наш привычный путь раскопан. Я смотрю, что огромный котлован. Что за работы и какова динамика за месяц вообще? Да, мы практически закончили земляные работы. За нашей спиной выполнена разработка котлована в зоне паркинга. Здесь у нас сейчас идет работа по устройству основания, идет засыпка щебня, бетонная подготовка. Далее здесь будет устроена гидроизоляция под водоиметой плиту. Какие еще работы на второй очереди за минувший месяц прошли? По монолиту. Сейчас по корпусу номер 6 мы с вами находимся на уровне 3 этажа. По корпусу номер 7 на уровне 28 этажа. Мы практически уже завершили корпус 8. У нас сейчас там с вами в работе 32 этаж. Также мы продолжаем работы покладки внутренних стил и перегородок. У нас в работе корпуса 7 и 8. Также мы можем с вами видеть, активно ведутся фасадные работы. Да, я смотрю, окна стали вставлять. Да, мы начали вставлять все прозрачные конструкции. Наибольшая готовность у нас на корпусе 9. Также в работе корпус 8 и 7. По фасадным работам идет монтаж кронштейнов и утеплителя на корпусе номер 8 и корпусе номер 9. Также идут работы по монтажу технических балконов. Там у нас будут располагаться блоки кондиционирования. Наступление осенне-зимнего периода, такого уже прохладного времени года, как-то влияет на характер работ, на ход работ, скорость? Да, сейчас генеральный подрядчик занимается утеплением теплового контура, закрываются окна по временной схеме, проводится временное отопление. Это нам с вами позволит производить отделочные работы в зимний период. Здорово. Ну и предлагаю по традиции на первую очередь пройти. Да, давайте пройдем. Руслан, в первую очередь здесь все отчетливее. Вот видны уже контуры того, где будут проходы, я смотрю, где появляются какие-то барьеры, дорожки. Подробнее про благоустройство. На какой стадии? Да, у нас сейчас полным входом идут работы по устройству благоустройства. Мы начали его финишные слои. Когда мы с вами заходили на строительную площадку, мы могли с вами увидеть устройство проезда в наш ЖК. Там у нас идет устройство песчаного основания, устанавливаются дождеприемные лотки. На самом непосредственно внутреннем дворе начатые работы по укладке брусчатки. Также мы завезли растительный грунт и начинаем озеленение. Спасибо большое за то, что нашли время для нас и, в общем, очень подробно нам рассказали о том, что происходит у вас здесь на строительной площадке. Спасибо. Пожалуйста, до встречи в следующем месяце. Друзья, спасибо, что смотрели динамику строительства. Обо всех новостях можете узнавать на официальных страницах проекта, в социальных сетях ВКонтакте, в Телеграм. Подписывайтесь на YouTube-канал MR Group. Я с вами прощаюсь, увидимся в следующем месяце. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok